Собираюсь выходить. У меня сегодня эмилирование. Голосы уже отросли. Я делала эмилирование достаточно перед поездкой. Уже месяца полтора прошло. Как раз самое время видно. Вот так вот светлее, темнее. Хочу сходить сейчас посмотреть в тот магазин. Схожу, посмотрю плед. Потом посмотрю на Вайлберисе. На Вайлберисе посмотрела. Там примерно по 70-80 белорусских рублей. Это около 2000 российских. Схожу, посмотрю туда в магазин к вьетнамцам. И вернусь домой в час эмилирования. Сегодня еще Боню возьмут. Боня это щенок родителей. В гости надо будет еще раз попылесосить. Потому что он грызет абсолютно все. Ест абсолютно все. И когда скучно есть на полу нечего, он начинает грызть батареи, чтобы содрать краску с батареи. Хоть что-нибудь. Поэтому вот так. Пойду схожу, вернусь быстренько. Нас вчера еще угостили вот такими конфетами вкусными. Это не конфеты. Это здесь внутри орех. Покрыто это все белый шоколад с грушей и сыром. Сыр, по-моему, рикотта. И это прям так очень-очень вкусно. Да, сыр рикотта. Вот такое угощение было. Все, я пошла. У нас сегодня дождь. Сегодня у нас тоже на улице пасмурно, сыро. Сейчас дождя нету, но утром был. Зонтик не буду брать. Я быстро туда-обратно. А еще сейчас смотрю выступление. Выступление смотрю сейчас Сергея Орлова. Мне прям очень понравилось. Просто включаю концерт там, часовое. Включаю и смотрю. Интересно. Сейчас у меня такой интерес. Я смотрю, смотрю, смотрю. Потом мне надоедает. И переключаюсь вообще совершенно на другое. У нас здесь идет улица Сацилистическая. Вот она. Здесь еще немножко, немножко до ближайшего перекрестка. Улица активная. А дальше начинается пешеходная зона прямо вот до рынка. И в этих домах, вот если идти прямо до рынка, здесь такие старые строения, старые дома. И в этих домах часто продаются квартиры. Вот, например, где-то здесь, возле рынка продавали. Здесь квартиры стоят, насколько я помню, ну что-то совсем недорого. Например, там 10 или 12 тысяч долларов. Но там, в этих домах, насколько я помню, опять же, это я не то, чтобы специально запоминала, но у меня эта информация почему-то в голове отложилась, что здесь деревянные подъезды внутри, что там не будет горячей воды, что там, ну то есть для жилья не совсем такая удобная квартира. Но как первое жилье, вместо того, чтобы снимать, возможно, кому-то подходит больше. А на первых этажах здесь в основном кофейни, какие-то павильоны, магазины. Такое стильное цветочное. Здесь такая прям красивая арка, сделано всё так аккуратно. Вроде бы из обычных каких-то материалов, посмотрите. Но выглядит прям очень хорошо. Там мох и вход в цветочный. Вот оттуда я шла. Сейчас я на площади Победы. Это площадь Победы. Здесь всё пешеходная зона. Только сейчас дорогу перейдём. И дальше эта улица продолжает быть пешеходной. И вот с правой стороны здесь тоже такие старые первые дома, первые строения. Перехожу дорогу. И здесь тоже такие вот старые квартиры. Внизу магазины, магазины, магазины. А здесь тоже такие квартиры, которые вот с деревянными подъездами внутри. Старого вида. И насколько я помню, там нету горячей воды. У нас в квартире как таковой горячей воды нету. У нас в каждой квартире стоит колонка. Вот в квартире, в которой мы живём. И у нас квартира называется Сталинка. Это когда высокие потолки. Хрущёвки. Это вот маленькие комнатки, маленькие потолки. И вообще маленькие такие квартиры тесные. Это первая квартира, которая была при Хрущёве после коммуналок. И естественно люди радовали, что здесь уже не коммунальная квартира, а своё жильё. А потом уже шли Сталинки. Вот Сталинки мне нравятся. У нас потолки больше трёх метров. И везде по-разному. Где-то 10 квадратных метров кухня. Но у нас всего 5 квадратов. Вот на первых этажах здесь разные магазины, кофейни. А на вторых этажах вот такие вот квартиры. Тоже видите, с высокими потолками. Окна высокие, длинные. Продают носки такие тёплые. А вот и центральный рынок. Вот он, Бобруйский рынок. Это всё, что находится под этой крышей. Мы называем под куполом. Но там в основном продают какие-то цветы, венки, овощи, фрукты. И вокруг вот этого купола уже такие обычные ряды с палатками. Магазины такие вокруг. Что-то стоят на входе, продают. А я пойду через рынок. Мне так ближе. Я помню, как только приехала сюда учиться, я увидела первые вот эти вот аналоги типа фикс прайса. Вот здесь весь товар по одному рублю. Это 25 российских рублей. Но здесь прям такая вот ерунда какая-то. Прям такой шурпотреб. Вот здесь я на рынке первый раз увидела какие-то вот такие палатки со всякой-всякой ерундой. Но, конечно, тогда это стоило гораздо-гораздо дешевле. Вот я сейчас под куполом под этим нахожусь. Здесь очень холодно. Настывшая плитка такая бетонная. Не знаю, как здесь люди работают зимой. Внизу здесь вот так вот есть. Даже обувь продают внизу рынка. Сейчас добавлю фотографию. Тот, который волосатый, который вчера был, по-моему, 110 вами мебель. Здесь по 55. Но уже подорожали, потому что мы покупали. Еще они 30 были. 30 рублей. Тот, который полосатый, черно-коричневый, он такой вот толстенький по качеству. Он стоит 80. Это 2000 рублей. Пойду вниз туда вниз. Спускаешься в самый-самый низ. И там все тоже. Тот же ассортимент, только там дешевле. Здесь тоже по 10 рублей. Это 250 рублей российских пледов толстых нет. Одна вот такая ерунда тонкая. По цене не знаю, сколько стоит. Раньше здесь толстые были. Я уже дома, только пришла. У нас такой дождь. Шла вот прям под дождем, под дождем. Но ничего страшного. Свежок, конечно, так на улице. Я не выбрала вообще. Вообще, то есть какой-то настолько ширпотреб. Если вот раньше было еще что-то нормальное, зашла еще раз. По дороге был вот прям носочный магазин. Купила теплые колготки. Теплые. Дальше. Теплые стоят почти 400 рублей России, 15 рублей белорусских. Обычные такие бежевые. И купила вот на пробу вот такие белые. Из-за того, что они без упаковки, то есть они просто лежат. Если обычные колготы 10 рублей белорусских, 10-11, то эти 6 рублей. Вот. 6-34. Нет упаковки. Ну, вот написано, что уценка дешевле. Все равно основные колготы у Ли это либо белые, либо розовые. Они часто стираешь, часто пачкаются. Себе взяла толстые носки. Вообще не понимаю. У меня в основном носки только белого цвета. И до недавнего времени это были все короткие носки. Только, наверное, в прошлом году купила себе какие-то длинные. Было так неудобно. И взяла вот такие еще шерстяные. Это тоже на зиму. И там же на оценке мужу короткие носки 2 рубля 17. Это 50 российских рублей. Нет упаковки к этим носкам. Обычные белые короткие в основном, по-моему, по 4 рубля. Две пары. И детские вот такие вот тоже. Бежевые. Рисунок только сверху будет. Под штинами не видно. А здесь просто, просто бежевая. Зашла в театр. Мы с осени по весну в основном ходим в театр. Уже какие-то развлечения заканчиваются. На самокатах особо не покатаешься. На улицу сейчас особо не походишь. И муж работает в холодном помещении. Поэтому с осени по весну он просит в один выходной или это два выходных в неделю просто дома побыть, отогреться и ходить куда-либо вообще не любит. Потому что холодно. Вот. Это на октябрь. В основном ходим на детские спектакли. Но сейчас по субботам у Ли и школа как раз в 12 часов. 12.50 заканчивается. Поэтому Дом для поросят мы уже смотрели. Следующее, что можем пойти, это второе выходное октября. Иван Царевич и Серый Волк. Гастроли Калужской, Калужского театра. Дальше. Машины проказы не смотрели. Музыкальная сказка. Это пятница, суббота, воскресенье. Заветное желание. Вот не помню, ходили мы на Заветное желание или не ходили. Готовка полным ходом. Времени нет. У меня уже сделали милирование. Волосы мокрые. Сейчас придет муж с работы. Варю макароны просто, достала, покупаю что-то вот от петрухи, типа там стрипсы, что-нибудь такое. Она уже готова, сейчас немножко полежит, потом пожарю. И покупали вот такие сосиски-добрики. Не знаю, кто это производитель. Б, наверное, Брестский мясокомбинат. Так, 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 так. Изготовитель. Брест. Да, Брестский мясокомбинат. А внутри, может быть, помните, бонстики раньше были. Раньше были бонстики, когда за какие-то покупки в Евроопте давали бонстиков. И вот здесь внутри лежал бонстик в сосисках. Повар, повар, добрик. Вот такой вот интересный такой бонус. А вот, найди апика внутри. Я даже и не видела. Вот он такой же, как и на этикетке. Вот он. Здесь у меня остатки кофе. Кофе я пью вот такой. Обычный с чашки остается. Я сюда переливаю. Сюда я потом добавлю немножко сахара. Добавлю сюда гель для душа. И я уже показывала... Нет, не показывала. И есть у меня разные масла. Кокосовое масло или там какое-нибудь еще масло. И это будет скраб для тела. Вот есть покупные с частичками кофе. Здесь, конечно, кофе много. Можно половину этого вылить. Но я вот иногда часто использовать не нужен. Потому что можно травмировать кожу. Что лишнее уже можно снять будет. Поэтому использую иногда вот такую кофейную гущу. Но долго не оставляйте. Потому что она покрывается плесенью. Вот сутки. Это вчерашняя. И вот уже первые белые. Такие точечки появляются. Долго она стоять не будет. Это кофейная гуща. Жарю на сковородке. Здесь жарю на масле. Обычно жарю без масла. Здесь написано, как готовить. Две минуты в микроволновке. 6-8 минут на сковородке. 10-15 в духовке. У нас обычного масла. Обычного подсолнечного хватает. Примерно на полгода. Потому что мы почти ничего не жарим. Обычно я готовлю на сковородке. С антипригарным покрытием. Либо в гриле, либо в мультиварке. В мультиварку масло добавляю. Это именно на сковородке не очень хорошо. Потому что они получаются не румяные. Они получаются такие, как подгорелые, коричневые. Пока он все растает, каждый стрипс, то уже выглядит не очень. Ужин у меня готов. Просто макароны сварила с маслом. И вот такие получились румяные стрипсы. С одной стороны подгорели, но нормально, не черные. Просто так потемнее немножко. Они и мягкие внутри, и румяные, хрустящие сверху. Муж пошел залей. Она сегодня у логопеда. Сейчас заберет, будем ужинать. Это ужин и с собой-ка завтра на работу. Боня пришел к нам в гости. Ходит, пока все нюхает. Где тут что? Нюхает, ходит. Подожди, Юлечка. Тихо наблюдаем за Боней. Ой. Мам, смотри. Вижу, ты сложила Боня на вещи, да, Мужка? Боня! Хорошо. Тихо следит. Прячется то под стол, то под диван. Сидит, следит. Он бегает. Малявка бегает. Он за ним следит. Привет! Ой, только не кушай меня. Только можешь огнизывать. Такой активный, активный. Бегает. Тихо, можешь меня огнизать. Только не кушать. Красивый, красивый. Я про этот плед говорила. Не знаю, сколько ему лет. Он у нас вообще в спальне, застилаемом кровати. Тут вот этот мы покупали за 30 рублей. Лицевая сторона такая, а внутренняя, то есть он двойной такой, он теплый. Дома так холодно, руки синие, руки синие, губы синие от холода. В саду включили уже три дня назад, но по идее дня через два должны здесь включить отопление. В квартире я подумала, что, наверное, все-таки лучше купить хорошее покрывало туда, на кровати. Вот этот пусть будет, он уже видно, что такой жизни повидал. Выглядит он изначально. Тут у меня просто не было такого пледа. Мне очень хотелось такой купить, но выглядел он так, немножко как-то по-дешмански. Но мне все равно надо было, чтобы у меня такой плед был. Тихон засыпает, я тоже иду ложиться. На сегодня влог подходит к концу. Всем спокойствия, всем настроения. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok